Мы прибыли в Вашингтон. Каждый венок отвечает за каждый штат. Вот это, кстати, памятник первому президенту США. Ну все, друзья, мы покидаем Шарлотт, покидаем наш домик, вот он. И отправляемся в столицу, Вашингтон. Тут сегодня поливает дождь, такая штормовая погода. Так что посмотрим, как сегодня наш путь по самой красивой дороге займет. Вот я надеюсь, что народу не будет заодно в такую погоду, и мы можем что-то посмотреть. Я, кстати, решил снять, потому что, короче, сейчас я вам покажу, как работают заправки. Здесь нет заправщиков, и здесь ты почти никогда не ходишь на кассу. То есть просто берешь кредитку, главное, чтобы у тебя была кредитка, которая работает для американской карты, потому что другие не всегда работают. Просто вставляешь, короче. Все, вынимаешь карту, и теперь, короче, сам просто заправляешь. Все, они все авторизовали. Спрашивают, нужен ли мне чек. Все, теперь я просто достаю, короче, пистолет. И нажимаю одну, короче, кнопку. Девяносто третью. И все, и все, поехало. И дальше они у меня сами по итогу заправки уже спишут необходимую сумму транзакции с карты. Я объективно удивляюсь двум моментам. Первый, это почему тут в Америке столько лесов зеленых, то есть реально все зеленое. Это круто. А второе, что дороги везде есть. То есть у нас столько же лесов, только везде это будет какая-то скала глушь и непроглядная тьма. А здесь как бы, ну, культура мультур. Ну что, мы, собственно, прибыли к фонтану, мы идем. Нашим составом двигаемся сейчас. Посмотрим чуть фонтанчик. Фу, водопадик. И отправимся уже в Вашингтон. Короче, я упал в фонтан. У меня насквозь мокрые ноги. Я опять чуть ободрался. Ну, бывает, что поделаешь. Зато можно попить. Это, конечно, мокрый, но мне кажется, весело и прикольно. И вот ощущаешь, что живешь. Я вторые кроссовки не хочу мочить. Ладно, все понятно. Можно нас и не фоткать. Нормально пойдет. Так, пойдем отсюда. А, ты еще и босиком. Вообще кайф. Мы прибыли в Вашингтон. Смотрите, как сразу изменилась картинка. У нас тут такой вайп. Мы, на самом деле, чисто, по-моему, сейчас по внешнему виду перешли в разряд туристов. Потому что здесь прям такой бизнес-центр. Все ходят в пижачках. Ну, это как бы что такое? Политическая столица Америки. Что, столица, прикиньте, Америки? Потихонечку перемещаемся куда-то. Мне это в какой-то степени напоминает наше приключение в Нью-Йорке, когда этот влог только начинался. Можете посмотреть на канале. Были первые видосы, когда мы с Олегом в 20-м году в Америке. Я тогда решил это все дело снимать. Я не помню, как это получилось. Но мы реально приехали в Штаты. И тогда завели канал. И там все первые видосы реальные из Штатов, где мы что-то ходили, снимали. А потом это уже все вылилось в бизнес-подкасты, разборы. Ну, какой-то вот такой вот интересный движух. Пойдемте посмотрим на Джона Вашингтона. У меня, правда, Вашингтон ассоциируется с Дензелом Вашингтоном, с актером таким. Хотя понятно, что Вашингтон это великий человек, который объединил Штаты в свое время. Вообще, надо, конечно, подготовиться. То есть надо читать больше контента про Штаты, про города, в которых мы бываем. Но у меня что-то, знаете, какой-то режим. Но я работу же не показываю. Я вот сегодня проснулся, у меня с 7 утра, вот там до 12.5 часов нон-стопом. Работа, движуха. Потом я говорю, ну что, поехали? Мы за 20 минут собрались и поехали. Мы пришли к Белому дому, здесь все стоят, толпятся и смотрят на Белый дом. Вот Белый дом. Какая-то легендарная точка, здесь что-то все фоткаются, зачем-то фоткают этот Белый дом. Здесь проходит, видимо, обычно вся движуха, связанная с политической жизнью Америки. Для меня так, что было открытием, что оказывается на эту штуку можно подняться чуть ли не на лифте или даже по ступеням. Я не знаю, как тут видно на камере или нет, но это вот классическая картина, там должен сидеть Линкольн, соответственно. Вот это, кстати, сам мемориал, это памятник первому президенту США, я вот только что погуглил. В общем, чтобы попасть наверх вот этого монумента, нужно либо в 9 утра вот там вот в будочке встать в кассу, завтра в 9 утра, чтобы купить на субботу, либо завтра в 10 утра ровно попробовать зайти в онлайн, чтобы не упал сайт, и попробовать успеть купить этот билет, видимо, на какое-то, наверное, определенное еще время. В общем, короче, у них здесь аншлаг вокруг этого всего, и они лимитируют билеты почти как Большой театр. Ну ладно, пойдем к монументу Линкольна. Ну, собственно, я думаю, что водопады, фу, водопады, я путаю водопады и фонтанчики, фонтанчики в целом все видели. Тут глобальный вопрос в том, что это место, где видеть венок, каждый венок отвечает за каждый штат. Я считаю Монтана, Небраска, Носдахота, Айдаха, Юта. Я на самом деле понял, что я даже не знаю, где находятся плыны этих штатов, то есть с каким-то дистриктом Колумбия. Ну, то есть какие-то базовые штаты, понятно, мы все знаем, а у них же тут целая страна на самом деле. И мы дошли до Линкольна. Вот у меня эта штука ассоциируется, знаете, с чем? С фильмом «Почему-то планета обезьян», где он приземлился и увидел, что на вот месте, в конце, прям финальная сцена планеты обезьян, что вроде он попал в реальность, но вот там сидит не человек, а, соответственно, человек с головой обезьяны. А вот у вас с чем ассоциируется именно вот это место, вот этот place? Ну, возможно, с каким-то другим киношным кадром? Напишите в комментах, даже интересно будет понять. Ну, что вам, разве не напоминает это вот из фильма, где он смотрит вот так вот на обелиск, чем мы пройдем? И здесь оказывается Линкольн. Все дома абсолютно разные. Ну, а вообще мы, наверное, на самом деле первый раз где-то за вот эти там полтора месяца в США попали прям в дожди. То есть здесь 3-4 дня стабильно дожди поливали, и поэтому там я поработал, раскидал еще задачки. Они почему-то никогда не кончаются на самом деле. То есть я думаю, что когда-нибудь они закончатся. Но это такое интересное замечание, что когда, условно, денег не было, задачи никогда не кончались. Когда деньги есть, задачи тоже никогда не кончаются. Потому что не знаю, что я делаю не так. Но я сам себе их просто придумываю, и с каждым разом все интереснее и интереснее. Поэтому мы никогда не прекращаем. Вот, то есть что-то вроде и путешествуем, но и работаем. А еще я немножко, не то, что мы устали от путешествий, но на самом деле, знаете, какой сейчас такой этап познания мира, да? То есть ты вроде как ездишь, просто смотришь, что происходит, а очень хочется где-то застабилизироваться. Ну, то есть, условно, даже там пробежки, тренировки в зале, работа с тренером, развитие в каком-то одном направлении серии, например, в серфинге, или массаж. Ну, то есть, это все, когда ты, типа, переезжаешь, это, ну, кто-то там совсем, условно, там, соединившийся с космосом, скажут, напрягаешь помощницу, она тебе в каждом городе это все найдет. Но по факту это так, ну, не совсем работает. Это, и мы к этому относимся к периоду, как сейчас у нас такой период некий, что мы просто путешествуем, изучаем, а потом мы уже где-то забазируемся. Ну, понятно, что уже не в рамках США, потому что, кстати, сейчас расскажу еще интересный факт про США. Короче, у меня сложилось понимание про туристическую визу и про нахождение вообще здесь, как бы, легально в Штатах. Фишка в том, что если здесь находишься больше 183 дней, ты становишься налоговым резидентом. А если ты становишься налоговым резидентом, тебе надо получать налоговый номер. Ты, соответственно, должен платить налоги за все свои доходы вообще в любой точке мира. Там, криптовые, некриптовые и так далее. И получается, что как раз-таки туристическая виза с ее ограничением 180 дней в год, она, ну, как бы, по закону тебе получается, что ты не становишься налоговым резидентом той или иной страны, ну, конкретно США, и поэтому можешь здесь пребывать. А когда ты уже получаешь визу там О, это виза талантов, или там еще какой-то формат другой визы, или инвесторскую, но, кстати, для россиян она недоступна. То есть уже все, будь добр, находишься больше 180 дней в году, независимо от того, ты гражданин США, не гражданин, есть у тебя грин-карта, нет, будь добр, читай себя по американскому законодательству за все свои доходы со всех точек мира и так далее. Так что это тоже очень интересная история. Вот, еще из новостей у нас Миша начал учить английский удаленно на Skyeng. По 30 минут день занимается, и на занятиях пока молчит, то есть он типа 30 минут молчит, я там разговариваю с преподавателем, его рукой там на компьютере что-то делаю, а потом выдает всякие hello, hello, clap, clap, то есть оказывается, что-то все-таки на подкорках запоминай. Вот такой срез из Вашингтона. Друзья, мы прибыли к национальному архиву Соединенных Штатов, в тот момент, когда Пригожин идет на Москву. Так, нам надо гида найти, пойдем гида найдем. Ух ты! Ух ты! Это прям чувак просто, красавчик, ничего не спорно. Ну что, мы только что закончили с центральным архивом. Оказывается, там нельзя было снимать, поэтому я чуть позже, наверное, сейчас мы сядем, хоть возьмем, и я запишу наши впечатления. Ну, вообще круто. То есть, по крайней мере, я теперь чуть больше узнал про историю Соединенных Штатов, потому что я, конечно же, не удосужился ее почитать. Только слышал, но, как правило, я ее узнавал из бизнес-литературы, в которой тем или иным способом это рассказывалось. Ну, или там литература по ораторскому искусству, что-то еще. А мы заходим в Старбакс. Мы с Катей обсуждаем военный переворот, сидя в Вашингтоне здесь у нас. Жесть, конечно, происходит, на самом деле. Это довольно интересно, понимаете, что вот так вот находишься еще на другом континенте, и что-то у меня с Катей что-то тратит скала про Пригожина. Родители позвонили, все позвонили, что там движуха в Москве. Я сейчас новости посмотрел. Ну, понятно, что нам здесь рассуждать легко, поэтому мы не будем это обсуждать. И поговорим про национальный архив. Как что ты думаешь по поводу нашей экскурсии в НАЦ-архив? Кстати, мы опять зашли с заднего входа сразу, это было прикольно. Всегда берите экскурсии в музеи индивидуальные, групповые, типа, но VIP-экспириенс, чтобы без очередей без всего делать. На самом деле, очень интересная штука из Соединенных Штатов. Я не знал, что, оказывается, изначально Соединенные Штаты не были такими Соединенными Штатами, что, по сути, они изначально освобождались от американской короны, от английской короны, сорян. При всем при этом, западная часть, тоже мы сейчас знаем, там, Техас, Лас-Вегас, соответственно, Л.А. Это все было под французами. А южные штаты, а-ля Флорида и там прочее, они были, короче, под испанцами. И изначально Соединенные Штаты появились, когда не объединив штаты, которые были под контролем Англии, именно как британской империи, они из нее, соответственно, вышли. Это был очень интересный факт. Посмотрели на Декларацию независимости, били права и, соответственно, Конституцию. Вот три ключевых документа для американского мира. Вот. И очень интересно, что, на самом деле, американцы придумали демократию, ты поняла? Что до этого не было прецедента вообще такого. Что, по сути, вот эти три документа, это создание современной демократии, как мы ее знаем. Какая бы она там ни была, хорошая или плохая? Вот такая штука. Что-то Катя по взгляду меня не поддерживает. Конечно, мы сейчас пойдем в музей шпионов, наверное. Я тебя сейчас не гружу еще. А после этого отправимся на байк-тур по ключевым здесь местам на 2,5-3 часа он займет. Мы прибыли на набережную. О, чувак, рыбу разделали. А нет, лобстер. Мы где-то в центре Вашингтона идем по Бродволгу. Мы добрались, да, на наших великов Хандии. Вот такой маленький крутится. Вот твой силы. Да. Так, друзья, ну что, я приготовил свой магический квадратик маленький. Мы его так вот сцепляем. Оп. И мы, короче, все. Мы готовы двигаться. Кстати, практика прикольная, я хочу заметить. То есть тебе как бы рассказывают, и ты хоть чуть-чуть кручешь педальки, и проезжаешь в большие расстояния, смотришь всякие штуки, несмотря на тайминг. Так что это, конечно, не даунхил. У меня мечта, но не мечта, а цель. Доберемся куда-нибудь Гранд Каньон, а там сделаем пару даунхилов прям жестких таких на байке. Надо будет потренироваться. Но я думаю, что кайфанем. Ну все, мы стартуем. Посмотрим, что, как выдастся эта экскурсия по Вашингтону на байках. Сегодня группа большая. Это тебе, конечно, не три человека. Собственно, пока мы тут едем на Чили на расслабоне. Смотрите. Я вдруг думаю о том, что мне уже не терпится сейчас наконец-то вернуться в бизнес-тусовку, потому что со всеми этими, конечно, путешествиями и переездами по нерабочим штатам это все, ну, как бы напрягает. Ну, то есть я, как бы, работать, именно работать. В привычном для меня понимании проблем нет. Ну, потому что, как бы, что, каждый день закрываю задачи. А понимаешь, что мы в штатах, и надо использовать это время для того, чтобы погрузиться именно в опыт. Локальный, пообщаться с локальными предпринимателями, посмотреть какие-то локальные проекты, заглянуть в Биборг, взять там, соответственно, парочку подкастов. Ну, то есть у меня запрос на то, чтобы, конечно, погрузиться в атмосферу. Такой бизнес в Рабочей Америке, но это начнется с Нью-Йорка. Так что я думаю, что план будет такой. Ну что, мы повторно здесь оказались. Смотрите, как, кстати, на самом деле интересно. Вот сейчас поглянете, не видно Капитолия. А вот сейчас чуть-чуть пройду, и сразу откроется вид на Капитолий. Ну вот, единственное, вот такую культуру я, конечно, честно не понимаю. Я, наверное, каких-то более традиционных ценностей, чем мужику одеться в женщину и начать танцевать. Вообще-то какая-то уже крайность, мне кажется, свобод. Ну нет, конечно, свобод самовыражение круто, но не знаю. Рузвель. Ну, ребята, в на скейтбордах тут ничего не помеха. Культура скейтбординга везде развита, даже на мемориалах, везде, где есть лестница. Или, соответственно, есть перилочка, катаются все. Ну, собственно, это last point на сегодня, Томас Джефферсон Мемориал. В принципе, мы посмотрели сегодня ключевые, наверное, точки в истории США. Так, друзья, мы, короче, оказались в музее аэрокосмонавтики. Вот там вот я вам сейчас покажу первый вообще самолет придуманный. Братьями Riot, вот они. И нам расследуют историю о том, как они, короче, летали. Дело в том, что я про братья Riot очень много читал книжку и имеет реально суперинтересно. Здесь все оригинальное с 1903 года. Интересно, смотрите, короче, начиналось все, как вот такой параглайдер. Кайт и такой параглайдер, и потом вот такой. А потом появился уже первый самолет. Ну, так подумать, на самом деле, 100 лет назад усложним самолетом. И насколько мы сейчас уже все-таки, ну, и как это все сейчас выглядит. Короче, на самом деле, интересный момент. Ребята построили этот самолет, и 5 лет они, соответственно, молчали. Они потом заключили контракт с Францией на поставку с военными и с американцами. И когда им уже прошло 5 лет, и они решили об этом заявить, короче, случилось вот это. Смотрите, контролируемый полет, соответственно, вокруг статуи свободы в США. И это являлось таким огромным прорывом для того, чтобы популяризировать вообще саму идею и заявить о том, что, короче, мы можем летать прям до мурашек. Офигенно. А вот это, смотрите, это самое первое удостоверение пилота. Ну что, кто помнит вообще X-Win? Знаете, кстати, почему самолеты вот все металлические и блестящие здесь? Потому что, как сказали, краска очень тяжелая. И получается, что нет смысла тащить лишний вес в виде краски. Это модель Douglas DC-3. Раньше на нем летали всякие суперзвезды. Они тогда говорили, что можно позавтракать в Нью-Йорке, а поужинать в Лос-Анджелесе. А в какие годы было популярно так летать? Ну, где-то в конце 30. Представляете, насколько сильно развиваются технологии, когда мы говорим про то, что прошло 20 лет с момента появления первого айфон, а тут вот прошло 20-25 лет с момента изобретения самолета до вот такого самолета, на котором уже коммерчески все летали. 25 лет, условно, всего. Разрыв между... А еще через 25 лет уже люди полетели в космос. Ну, чума. Так, друзья, ну что, я, соответственно, отправляюсь в Ви-Орк. Сегодня понедельник, и у нас заключительный день в Вашингтоне. Завтра мы отправимся в Балтимор и пробежим по ступеням Рокки. Сейчас еду в Ви-Орк для того, чтобы, во-первых, почувствовать атмосферу Ви-Орка. Я посмотрел по сериалу про них и понял, что я ни разу не был вообще в каворкинге. Именно, ну, как бы, и под их брендом. И за неким вдохновением и сменой атмосферы, потому что есть ряд таких задач, которые нужно решить, которые, знаете, зреют, зреют, зреют в голове. Особенно время путешествия часто происходит. Потом тебе нужен просто маленький толчок, маленький какой-то тайминг, вот именно там 5-6 часов в спокойное время, чтобы собрать все это в кучу и реализовать. Так что продолжаем. Так, ну что, друзья, я, соответственно, прибыл к Ви-Орку. И мне тут сразу вспоминается интересная фраза, что не важно, что ты видишь из окна, важно, кто тебя видит. Это фраза из фильма. Сейчас попробую разобраться, где вход, а вообще я понял, что чем ближе к Нью-Йорку, тем меня больше накатывают воспоминания про то, как мы тут были, когда мы, простите, мы без соли доедали. Это было интересно, потому что реально 3 года назад мы были в США, и это вообще, конечно, была для нас другая Америка. То есть это было прям очень сложно. Сейчас это все как бы прям типа супер легко. А вот, кстати, и Ви-Орк. Ну, кайф, что? Я думаю, что снимать можно сейчас, просим у них. В общем, видите, чашечка уже Ви-Орк, так что стартуем, но я пока еще не освоился. Ну, прикольно, на самом деле, за обедом что-то все общаются, вижу, как это происходит. Все что-то делают свое. Сейчас мы тихо вот тут вот усядемся и будем вершить свои дела по захвату мира. Так, из интересных фактов, короче, букинг происходит, соответственно, все через мобильное приложение. Есть разовое посещение, можно снять отдельные офисы, можно купить 7-месячный абонемент. И ты фактически вот так вот просто покупаешь, приходишь, приходишь в любой, соответственно, Ви-Орк сети. Здесь в одном, в Вашингтоне, я не знаю, сколько их, наверное, штук 6 или 7. И свободно, соответственно, садишься и работаешь. Так что вот такой прикольный формат.